Итогом Международного экономического форума в Санкт-Петербурге для Пензенской области стало развитие принципиально новых географических направлений. Диалог налажен со странами Африки и Азии, которые сохраняют сотрудничество с Россией в условиях санкций со стороны Запада. Сейчас государства Юго-Востока нуждаются в промышленных технологиях, а потому отрасль машиностроения, одна из самых развитых в нашем регионе, оказалась востребована у иностранных делегаций. Мы провели встречу с руководством Ассоциации российско-турецкого диалога. Вы знаете, у нас уже в Пензенской области есть успешный опыт сотрудничества, и теперь нам нужно дальше развивать. Это организация бизнес-миссии, участие в выставках, как на территории Российской Федерации, так и на территории, в данном случае, Турции. Также мы провели переговоры с Российско-Арабским деловым союзом. То есть, возможности для российской пензенской промышленности в республике Египет крайне благоприятные. То есть, есть что продавать, есть что показать. Пензенская делегация встретилась также с президентом Индийского бизнес-альянса. Рынок этой страны на данный момент один из самых быстро растущих в мире. Иностранных представителей заинтересовала медицинская промышленность Пензенской области. Социально ориентированные договорённости внутри российского рынка. Так, для участия в федеральном проекте по обновлению общественного транспорта в Пензе, правительство региона провело переговоры с крупной компанией по строительству заправок метановым топливом. Посчитается, что метановое топливо предпочтительно для тяжёлых машин. И также вот в рамках транспортной реформы, те, которые автобусы мы будем поставлять, они будут, естественно, на метановом топливе. Поэтому нельзя купить автобус, не построив сеть метановых заправок. Поэтому сначала строим заправки, потом покупаем современные автобусы. Нашлось на Международном экономическом форуме место и теме малого бизнеса. Представители правительства Пензенской области провели встречу с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. И договорились о реализации проекта «Фермерский островок». Приняты более глобальные меры по поиску инвесторов. Наш регион пополнил Национальную ассоциацию агентств инвестиций и развития.